Солнечное затмение – астрономическое явление, связанное с тем, что маленькая Луна от нас, от Земли, закрывает огромное в размерах Солнца. Все три небесных объекта выстраиваются на одну линию. Две недели назад, когда Луна оказывалась за Землей, было лунное затмение. Теперь спутник Земли окажется между Солнцем и нашей планетой. Постояние от Земли до Луны и от Земли до Солнца таково, что как раз те самые отношения, связанные с тем, что Луна может закрыть Солнце, приводит к тому, что угловые размеры Луны и Солнца одинаковы. Поэтому Луна может закрыть Солнце. Такое случается нечасто. Ну, как нечасто? Можно так сказать, что каждый месяц Луна закрывает Солнце. Но вот проблема, что тени от этого события не всегда попадают на Землю. Почему? Плоскость орбиты Луны по сравнению с плоскостью орбиты Земли при движении вокруг Солнца имеет небольшой угол. То есть Луна проходит, то есть тень иногда проходит выше Земли или ниже Земли. В течение каждого календарного года над территорией России солнечных затмений может быть два. Сейчас в область видимости попадет большая часть страны. Особенно повезло с северным регионом. А лучше всего это солнечное затмение смогут наблюдать жители Норвегии и Швеции. Нижний Новгород там находится на границе. Что мы сможем наблюдать маленькую фазу, когда скрывается от нас частичка Солнца. 11 августа это будет наблюдаться с 12 часов 20 минут и примерно до 13 часов. То есть небольшой промежуток времени. Напомним, что смотреть на Солнце через обычный телескоп или бинокль опасно для вашего зрения. Подойдут затемненные стекла. Три года назад для наблюдения солнечного затмения нижегородцы использовали сварочные маски, несколько пар солнцезащитных очков, в ход шли и рентгеновские снимки. В Нижегородском планетарии в этот день солнечное затмение можно будет смотреть через специальный телескоп с фильтрами. Кстати, 11 августа, но уже ночью, небесное шоу продолжится. Через атмосферу Земли пройдет метеорный поток Персеиды, который создат самый красивый звездопад года. Продолжение следует...